всем привет друзья мои вот и я вот я нашлась сегодня чудесный день сегодня у моей доченьки старший день рождения светочка солнышко моё поздравляю тебя с днем рождения желаю тебе мира крепкого здоровья умница красавица ты моя спасибо тебе доченька за все за помощь за трех таких чудесных внуков которых ты мне родила моя девочка будь счастлива солнышко моим так доченьку поздравила планы у меня сегодня как всегда наполеоновские буду отправлять посылку завтра сегодня упакую все еще надо кое-что докупить надо сходить в магазин ой боже еще краситься надо надо волосы красить достала краску ребят забыла очки забыла очки на работе да да и сакистки здесь мой хороший видите лапка меня трогает не меняшь покажи и меня вот да ты здесь ты краса и здесь со мной андрюшек на работе уже позвонила ему говорю андрюш захвати мои очки англии так тени назвал опять мест где они могут быть он найдет да еще позвонить ему попозже чтобы напомнить ну так ты не умывался сегодня да не умывался андрюшин огород забрызгал мне опять окно что у него тут базилик и скажите как она называется кинза цыбулька побрызгал за сутро забрызгал меня пушка реландрюш осторожней придется все высохнет тогда натру дает да ребят буду красить волосы купила краску краску не была акция так она почти 50 злотых стоит дорогая я взяла тоже лореаль вот такую очков нет тяжелось сижу не могу понять короче тут получается так что тут у нас получается первый раз буду такой краской просится именно вот именно такой другие лориаловские это но я уже принципе то поняла вот это собственно краска это шампунь и оказывается видите вот шах номер два это шампунь хорошо что есть перевод так смывание и бережное очищение вот это шампунчика я думаю чуть только тюбиков ты сюда и бальзамчик и перчаточки расчесочка есть это неудобно ребят когда мне так корни надо покрасить а придется красить а я не знаю краска на краску понимаете не на только корни было подкрасить придется как-то делить переливать ужасно неудобно кто красит все волосы каждый раз я не знаю все по всей длине без аммония что назад цвет темно-коричневый темно-коричневый так называется как она стоит 49 или 48 звук 49 по акции брала по моему 28 хорошая скидка была еще что брала не помню скидка была хорошая какой цвет у меня должен получился посмотрим да янс хочешь покрасить хотите покрашу хочешь я тебе покрашу ладно пошли ян заниматься работой терпеть не вам сама себя красить честно ребята надо что друзья мои покрасилась краска очень темная будьте внимательны девушки шатенки краска очень темная буквально черная в синего по крайней мере такая на волосах но это еще может быть так из-за того что я делю краску да и может быть я неправильно разделила я так думаю понимаете мне прежде чем кому-то обвинить таки себя сто раз перепроверю миллилитры надо было перевести а я взвешивала на весах граммах и я уже поняла по тому количеству которое наливала окислителем что что-то и что-то пошло не так может быть поэтому я не знаю почему производители не выпускают краску вот для окрашивания корней это просто понимаете такие бы были продажи ты такой был бы пусть краска будет не просто хорошего качества но чтобы меньше было дозировка ведь полностью волосы производители красок я сейчас к вам не прощаюсь полностью волосы женщины красят реже чем просто корни понимаете и длинные волосы чем женщина старше чем больше например седины до написано стопроцентное окрашивание седины уже в таком возрасте когда уже длинный волос по поясу никто не носит то есть там не знаю кто во сколько я например с 21 года стала сидеть никто не носит волосы по колено что не по коленному хотя бы там длинный до таком возрасте когда уже появляется интенсивная седина это просто очень неудобно как вот то что свет я не поняла но я с этим еще раз беру второе неудобно что шампунь одноразовый то есть вот видите открутил это я не сломала это она откручивается так шутками и он просто она не откручивается он отламывается и все шампунь только на один раз хватит ну то есть потом высохнет или его скотчем как-то надо заклеивать не знаю то есть надо покупать и использовать сразу всю краску ну кто же будет концы волос красить блин раз три недели это бред это испортить волосы очень темные ребят не знаю или я разбавила что-то неправильно сделала или если от этого зависит напишите ребятами в комментариях вот так называется краска и вот такой номер написано темно-коричневый кожу коричневый ребята мне на руки уже не видно про он просто черный в синевом я не знаю я смою я хотела у тебя темного цвета я хотела такой более каштановый да темно каштановый цвет волос но у меня очень много седины и вот причем вот это вот зона челка и чуть-чуть дальше да вот так там на темечке мне поменьше и я хотела уйти от сильно темного коричневого что-то более каштанового но пойдет ребят слишком много у меня седины и оно видно понимаете потому что корни-то крашеные крашеные вернее концы и вот этот переход когда ты красишь отросшие корни седые краской чуть светлее ты хочешь поменять цвет и получается она просто видно сильно что белая и на и белая покрашенная до темном или темные концы опять чуть светлее но там незаметно вот здесь вот именно на проборе очень видно ну ищем ребят посмотрим сейчас я бальзам нанесла похожу бальзаме где-то с полчасика и быстро отрастает очень волос у меня раньше я красилась краской лунда и это было раз полтора месяца но этой краски лунда для упрямой седины здесь нет она или уже тогда и в харькове пропала я покупала там буквально со склада парень не привозил несколько упаковок я купила перед тем как ехала сюда в польшу и все и больше не нахожу просто лунда есть но это такое бесполезно совершенно лунда для упрямой седины почему я сняли с правил своей не знаю там не освежитель все хорошо краска очень густая такая знаете легко наносится легко распределяется легко смывается очень такая потом на волосах он такая густенькая становится когда смываешь удобно пользоваться все хорошо вот единственное что же говорю для корней или такой же наполовину формат понимаете неудобно это это причем во всех красках так единственное что и до этого попал ларио назывался там как-то по странам да там не было цифра как как страна была написана то ли бразилия то ли там города какие-то не помню что там такое или со странами или с городами связано такое название там хорошо что не в тюбике покраска а она жидкая и можно вот так знаете разбавить примерно так нормально все это замешать пополам поделить но она не было акции ладно ребят уже пять минут наболтала блин про свою краску так сейчас попью кофе или не надо приготовить покушать поздравила уже доченьку светочку позвонила и и наговорит мам я риск это будешь готовить это шуме сегодня когда готовит на маму ну что ты надо же готовить обед выходного дня я говорю вместе отбивные вчера сам душа покупали отбивные бедронку заезжали он говорит сделать пюрешку и салат не на быстренько начистить картошки приготовить пюре и чуть-чуть отбить мясо им покажу какую отбивную я купила такую не совсем обычную а машенька наверно будет тоже пюре с нами там куриное филе есть зеленая ферма андрюша вчера я готовил супчик такой супрамен так назвать там яичко добавляется туда вареная в общем и курочка за замаринованных таком специальном специальной специи забыла как называть эти специи я вам покажу и она такая пикантная становится филе куриное он не поджарил и в этот супчик добавляется как круче когда-то и гордел готовил и муж говорит мам я хочу такой супчик а вот андрюша я вчера готовил и облака дать необычный стягивается так как далеко костя у ребятам уже живем дам и убил на если показать так где-то примерно вот так я его вижу вот так примерно это самое сильное что могу приблизить вам сейчас надо быстренько за приготовить покушать пока бальзамчик будет на волосах сделать мои волосы мягкими и шелковистыми я надеюсь еще хватает соседи сверху а вы видите вот сейчас праздников осталось птички поют птички поют нам я приготовлю покушать пока бальзамчик работает и будем идти с вами друзья мои пойдем в подка пойдем в русман бедронку еще мне надо зайти картошки вот этой соломки светочки купите нам еще картошечки чем пойду и буду как-то примерно паковать посылку ребята надеюсь я вам покажу пришла раз не показывала что я буду отправлять примиряться дело в том что мне танюшка моя напарница для его здоровья и здоровья и мира поскорее дала коробку с новой почты наши ездила к себе домой до константиновку и оттуда отправляла сюда посылки что мне все в руках тащить и она мне дала одну коробку с новой почты картонную вот эту упаковку упаковка почему-то стоит почти столько же сколько и доставка вообще уже да я хочу в эту коробку все вместить посмотрю как у меня получится посмотрю так казалось бы и ничего и немного как бы да так необходимо там колбаска срок ну детям там жилейки донички что-нибудь надо какие-нибудь печенюшки светочки там конфетки пачку кофе пачку чая или там просто у меня упала так дешевле было купить 2 по акции по 100 пакетов или по 96 поскольку там чем брать одну маленькую упаковку как-то так вот в бедронке была такая акция чай липтон обычно вот этот желтый я взяла две ну куда нам 200 штук что отправлю одну в украину там светочка с бабушкой поделят и две банки кофе одну бабушке 1 светочки 2 пила два тюбика сгущенного молока да еще бы для бабушки взять еще потому что светочка поедет проведать андрюшину бабушку нашу и отвезете тоже будет приятно хорошо ребят я вам все покажу надеюсь надеюсь и тогда вы сами все увидите я там еще до куплю пойду кушать готовить ребят надо готовить еду друзья мои вчера в бедронке купили вот такую штуку бутерброда горячие делать и андрюша вчера маша готовил ей очень понравилось и нам сделал я тоже по мне понравилось но правда тут вот я вижу с помидорчиком и рукавой у нас было с ветчиной с сыром просто кетчупом маша говорит мама на школе такие бутерброды продаются сыр и кетчуп очень вкусненько ладно кетчуп у нас хорошего такой хайнс так что ничего там такого криминального нет ладно не в том речь я вот это что не попробовала маша говорит мам а что ты мне бутербродики сделаешь и горю сейчас быстренько сделаю взяла ветчину сыр у нас моцарелла резать пришлось резать не в пластинках и она говорит добавь мне кукурузки консервированные я добавила что вам хочу сказать по поводу вот этой штуки попали моего бедронки цена там что-то 44 злотых очень недорого андрей сказал что плитки съемные но это же я готовила сейчас что их можно с ним ну тут горит есть такая защелочка можно снимать доставать и мыть докладите тестовых рыбушек и он получается вот такой вот разделяется резать не надо эту канапку короче ребят ну первое что мне не понравилось то что так все хорошо нет кнопки включения выключения она вот вставляйте в розетку загораться для этих лампочки да и это собственно включена для того чтобы отключить надо отключить ну вытащить с розетки нет кнопки в клубок то есть постоянно она в сеть не может быть включена я помолчи дальше ну насчет съемных клеток раз андрюша сказал то наверное наверное где-то он их видел я пока не вижу может надо поддевать как-то потому что если это еще не съемная то это не очень хорошо ну так в принципе за такую цену очень даже неплохо посмотрим и помолчишь посмотрим ребят попробуем как она для слова сказать ножки есть удобненькая внутри единстве наш говорю что нет кнопки включения выключения можно купить более дорогой вариант но если этот приживется и вдруг там поломается будем думать о том чтобы купить что-то подороже и поудобнее сейчас посмотрю насчет съемных плиток вот этих вот не друзья мои они не съемные это очень же ну еще за такой цен еще и темные и съемные плитки андрюша меня немножко обманул меня немножко вот это вот можно тут откручивать но я думаю это ничего не даст потому что это все вместе с этим соединением я так вижу по крайней мере ладно он придет сам разберется не буду ничего тут лезть вот это вот как вы чистить скажите мне чем зубочисткой разве что чтобы туда попадать все самое главное если купить такую штуку класть туда как можно меньше сыра чтобы мне потек да не затек там где-нибудь ну на 44 золота что еще сказать чем купили уже будем проводил в том что я хотелось светочки своей такой купить послать на день рождения вот такой не только это конечно ну такой вот детка ну если дети то лучше конечно брать что-то подороже что была кнопка включения выключения что могут забыть побежать где-нибудь и будет и будет тогда будет что-то ладно еще и позвоню еще раз все это я и скажу там древник сказал в тани они съемные там есть защелки на от некий защелок он придется вот покажите защелки ну хорошо ребята с этим все понятно или будем будем пользоваться дальше я вам говорила несколько раз а вот таком вот сыре греческий сыр греческий ну сыр ну сыр да так вот так вот он бывает с зеленью еще зеленая упаковочка этот голубенькая тут это зелененькая маша мне очень хорошо есть с оливками с помидорками такой салатики делаю а вот это же пирме ребят который сейчас буду готовить котлеты с ошейка так отобью сейчас посолю поперчу и замариную немножко добавлю растительного масла и будут лежать и быстренько приготовлю сейчас по рожку по цене слишком бюджетная цена 400 грамм сына тут нет но по-моему что-то не помню цену ребята честно так вам сказать на фирма вот это хорошее ну что-то может быть 10 15 злота как-то так за 4 котлетки такие уже порезанные хорошо чистим картошку у меня что он сковородку эти как андрюша мне уделал там обманутым маша принесла тарелочку уже все тарелка газ тарелка пустая сила на 2 бутербродика вот таких вот четыре треугольничка и мне надо очищать сковороду я уже забрызгала замазывала чем он приготовила мочалки разной различной степени дра насти и буду чистить пружинку такую вот это вот вообще вот это начал кантка жесткая все дать вот перчатки и дра это сначала почищу картошку поставлю варить пюре с мою бальзам до сих пор на голове у меня это посудомойку может просто я записал видео она не стала мне мешать сюда поставила и отобью котлетки саму рену как сходили со мной ребят только вернулась только вернулась на улицу уже темно даже ли ты закрыл дело в том что я поздно вышла я вышла уже почти было 6 потому что мы с машей сегодня машенька регистрировалась на поступление на вот в лукане выбирала школу создавала там ну все как нужно короче регистрировалась на поступление в лицей и это заняло настолько времени вернем машин тоже как мама не уходи вдруг что-то мне надо спросить там где по среде там что короче и она пока все это дело пока выбирала школы пока себе одну то есть лицей пока она все это сделал ребята но я с тем что я ушла в шестом часу я вам сейчас покажу чего я набрала я не знаю как я влезу в эту коробку опять ну если что буду звонить дочке будем будет она выбирать что ей в первую очередь нужно потому что каждую посылку буду посылать деньгами в стране в общем ребята смотрите смотрите что я шлю харьков первое это будут вещи я внук мишенька и ему чего не посылалась и из-за девашек а тут как раз тепло и ему купила вот такой костюмчик это серия гарфилд такой костюмчиком и купила до бирки еще поотрезать шортики но не темно-синие на видео как черный и такая футболочка хорошее качество хороший трикотажик все хорошо тут сделано даже все посмотрела так дальше и две футболочки вот такие взяла одну такую светленькую он светло-бежево не белая стилейком таким 2 вот такой вот футболочки недорогие по 10 злотых сеток у нас по 200 злотых по 200 гривен футболки получается ну почти по 100 в два раза дешевле тоже неплохое качество нормально будет хорошо взяла в таком росте 146 152 может подсядут хороший тут этот рисуночек такой нормально подсядут после стирки не знаю не было меньше роста все-таки говорит мам бери такой написано сколько лет 11 у нас не меленький такой чтобы сказать там что малюсенький нет потому футболочки от мешок я купила дальше это ксении топик она заказывала такой мучки пила светочки вот еще в бедронке такие полотенечки хорошие по себе взял но у меня есть два льняных таких и одно вот махровенько она мне любит на кухне чтобы не были махровенькие полотенчики 15 злотых сейчас они не по акции это магазин бедронка так это моему внуку данички такие вкусняшки печеньки тут восьми месяцев это же года а это не знаю от скольки короче света сама разберется брала большого выбора там сильно нет в общем-то взяла ему печенюшки ничего если шоу миша с ксюшей поразут так еще доченьке купила вот такой йогурт очень он до йогурт для тела в магазине розман стоит 18 злотых в таком стаканчике очень приятный запах знаете чем пахнет пахнет фруктовым мороженым в вафельном стаканчике вот именно запах фруктового молочного мороженого знаете вот такое бывает клубничное молочное да очень приятный аромат хорошо впитывается и легко распределяется очень хороший у нас машинка есть было такой арбузный а это овсяное молочко и малинка прекрасный запах арбузный не брал так дальше это я в прошлый раз забыла послать светочки вот такие вот для бюстгальтеров такие контейнеры бюстгальтера стиратель белье какой-нибудь розмана тоже покупала это я себе когда-то покупала на подсела после стирки поэтому светочки провели светочки это две сеточки там тоже топит бабушки наде штанишки теплые светочки костюмчик тоже себе когда-то брала и он уже мало на меня бабушки наде шторки покупали в икее вот эти вот с листиками маша там три штуки их гординка да вот такая вот такая вот шторочка тоже коротенькая такая тоже покупала тут там на брусе у нас она была на кухне висел правду бабушки назвали одно окошко это на небольшое такое узенькое окошко вот как половинка да у нас то там пошире может такой же очень ей пригодится я спрашивала две наволочки одна такая меховая в клеточку и одна такая хвшная поплиновая на или муслиновым то для данечки маленькая такая наволочка на змеечке ну вот все ребята вот это все из вещей вот коробка присмотритесь а это называется вкусные шеи мать как не то втиснуть в эту коробку сейчас буду как-то пихать не знаю это тут и вот это вот свой плюс 6 пачек масла сливочным давайте вам подробнее расскажу может кому-то интересно сыр или под это все делится на двоих кроме кабанусов наверно и картошки один бабушки один светочки да мне это класс ладно так это бекончик у меня лежит я хотела светочки купить послать ну и просто деньги как вода утекает дома у меня есть и вы пошли тут на сроком годности ходят вы нашли нормально на пятом и чистое аж хоть бы съедят ничего сюда поставлю 05 06 5 июня так придете то числа двадцать третьего наверно мая не распробовать не успеет так два сыра голода такие программы упаковки сыра моцарелла по четыре по 300 грамм очень хороший сыр очень хорошо топится на пиццу макарошки у нас маша любит дальше что тут каванус и двое две берлинки и так два змещённых молока так не успела бабушка еще сеточка поделится одной без бабушки светочки вот такую колбаску на миг раковскую сухую не было целых качалочек взяла четыре половинки это я покупала в калфе вот в отделе иностранных товаров там такие вот крендельки с солью это тоже мои светочки это подозреваю что-то гриль аж это тоже магазин калкул не знаю не пробовала сама ни разу а доченьке купила с лесным орехом вроде как дальше это муча там такие жилейки машины больше всего с натуральным соком идут 4 картошки соломки вот такую картошку мем светочка очень любит почему решила чтоб топ-7 называются где тут семерку видео мне вечно какие фантазии чай липтон два косях одно чеба gold крема а другое тоже чебов и мы это то нет собственном соку светочка заказывала это на битмаму паштетики вот такие мне хочется у нас есть по по 35 или по 38 гривен у нас тут в общем она хотела из индейки но не было с индейки взяла куриные просто как фирменные куриные и знал попробуй а это колбаска две вот такие колбаски тоже как она называется под вавельская под вавельская одну бабушки одну с веточки то мягенькая куриная колбаска такая копченая дыма и две бабушки колбаски живицкие вот бабушка наша кушать чаю клиптон и ко всему вот этому ребят еще 6 пачек масла 6 пачек масло замороженного надо это все запаковать очень жаль что не могу под сыр и и колбасы и маслом запаковать с вечером это все придется пихать утром понимать ну ладно все пожаловалась а и что там еще пола на паску такие бедрон все такие были речки и украшения такие я же не отправила ребенку они мне не влезли просто первую посылку она на паску не получила так что он получит сейчас учу прятят а тут а тут на дне прищепки для что нас тоже такой карниз потолочный дом и бабушка прицепки твои шторки обновлю такие дела ребят тиран постель буду менять сейчас она стирала нагладила все ничего страшного положила ну вот а вот коробочка а вот посылочка а вот коробочка так это еще ребята это еще знаете вот из шторки и вот две наволочки это светлый заказ а сколько у меня там еще постельного я хотела передать и по и простыни и подушки у меня вот эти ортопедические муж канаде приезжай поскорее то забирай там не целый шкаф забит просто одеяло два-два штуки ксюша и миша я не знаю каким пароходом да все отправлять морским контейнером ну будет такой потихоньку продукты что-то да по акции брать и тогда уже пихать что-то такое вот из постельного возьму так ребят пишите ваши отзывы кому надо но контакт перевозчика пишите в комментариях я оставлю если кто-то тут рядом с нами живет рыбник владислав ясемби жоры ну вот соседние городки женское воеводство пишите в комментариях я оставлю контакты я хотела показать вам как я покрасилась такой темный цвет по часам это не черный это не черный понимаете что все знали потому что танюха моя напальница быть ну ты же черный красишь серитами посмотри мне внимательно за это черный она вот я всегда думала что чем теперь когда я смотрю я понимаю что ты темно коричневый вот так ребятки мои хорошие я-то записывала видео видео но я две недели ничего не выкладываю мне так стыдно потому что начну говорю я вам сейчас я вам час и не получается у меня то стирка то уборка то готовка то еще что-нибудь то еще что-нибудь а прошлая неделя у нас была конечно очень напряженная маша сдавала экзамены не честно мне такое впечатление что я второй раз ходила польский и литература польский язык и литература математика и английский я вам сейчас так скажу самый легче маша дался английский вообще скакала пришла живенько же математика была сложная но она справилась польские самый трудный был хотя у неё пятерка твердой ставила пятерка очень много вопросов по литературе и она читала литературу как это называется ну в общем ладно то что в школе задаю да и летом она читала и все такие вопросы какие-то будет там правда или ложь вот надо прям чуть ли не в голову главным героем залезть и как бы как они думали как вы считаете думали не так или нет правда это или уж ну как можно такие вопросы ответить ну в общем справились не знаю как там дальше что там результаты когда будут наверно где-то концу июня не раньше ну хорошо ребят я еще долго могу об этом рассказывать я уже в следующем видео как-то подробнее на этом остановлюсь потому что действительно есть что рассказать и может кому-то интересно на следующий год будет хорошо милые мои буду с вами прощаться у вас садится до следующего видео до новых встреч хочу пожелать вам прежде всего мира здоровья удачи хорошего настроения на каждый пишите ваши комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всегда с удовольствием отвечаю на ваши комментарии спасибо вам ребята кто пишет огромная моя вам благодарность это дает такую стимул хочется снимать и снимать дальше все мои хорошие прощаюсь с вами всем пока пока до новых видео до новых встреч